МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отбор девушки прошли уверенно. Юниорская сборная России по футболу заняла первое место в своей группе в квалификационном раунде Евро-2020. В заключительной игре наша команда оказалась сильнее итальянок 1-0. Вратарь Арина Жукова из Пермской звезды 2005 оставила свои ворота сухими. А защитник Сения Кулинич сделала результативную передачу. В итоге в трех матчах у россиянок три победы. Ранее они одержали победу над сборными Эстонии 6-0 и Словении 5-0. Россия получила путевку на финальный раунд чемпионата Европы, который пройдет в 2020 году в Грузии. Далее гандбол. Продолжается турнир молодежных составов клубов Суперлиги. Наша команда Пермские Медведи 2 провела 4 матча с переменным успехом. Сначала соперником был подмосковный коллектив Чеховские Медведи 2. Прикамские мастера ручного мяча проиграли, хотя встречи были довольно упорными 25-28 и 27-29. Затем наши сыграли с командой подмосковного училища Олимпийского резерва. И оба раза праздновали успех. Результаты 32-28 и 29-26. Что касается основного состава Медведей, то он готовится к очередной игре Суперлиги. Она пройдет в Челябинской области 20 октября. Противник местная Динамо. Далее о настольном теннисе. В Прикаме прошли все российские соревнования «Пирамичок-2019». Они традиционно собирают участников из нескольких регионов страны. В этот раз набралось две сотни спортсменов. Борьба за награды получилась напряженной. В разных категориях наши юноши и девушки взяли немало серебра и бронзы, но золото только одно. Мы проводим соревнования в двух возрастных группах. 2004-2007 год рождения и 2008-2008 и моложе. Во всех возрастных группах была серьезная борьба, но гости привезли сильных спортсменов. И лишь одна золотая медаль у нас. Это Вычигина Ирина, спортивная школа Олимпийского резерва «Старт». Она заняла в возрасте 2004-2007 год рождения и моложе. Добавлю, что в течение осени в регионе пройдут первенства в разных возрастных группах, чтобы сформировать сборную «Прикамья». Кроме того, в ноябре состоится мастерский турнир «Наследие». И в завершение футболе ветеранском. Краснодарский край принял всероссийский турнир. На Черноморском побережье отличным выступлением отметились пермики. Они заняли первое место, возрастная группа 40+. В группе наши заняли второе место, набрав по 7 очков с футболистами «Самары». В полуфинале в соперники достались ростовчане. Их удалось обыграть по пенальти. А в финальном матче пермики снова сыграли с самарцами и также по пенальти взяли верх. Добавлю, что в следующем году всероссийский ветеранский турнир, возможно, примет наш город. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова